Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 30 августа. 150 граждан нашей республики, пропавших в ходе войны или в результате похищения. Сегодня Международный день пропавших без вести. Достижения и проблемы системы образования. Состоялась ежегодная республиканская конференция педагогических работников. Школьная форма по приемлемым ценам и на любой вкус. Спрос на продукцию БТК-4 растет. 30 августа в Южной Осетии, как и во всем мире, отмечают Международный день пропавших без вести. В конференц-зале Республиканской библиотеки имени Анахарсиса собрались сотрудники Югостинского отделения Международного Красного Креста, члены семей пропавших без вести, которые создали собственную ассоциацию, представители правительства, общественности, журналисты. Собрались, чтобы еще раз привлечь внимание к этой страшной беде. В нашей республике с начала военных действий пропавшими без вести считаются 150 человек. В нашей республике без вести пропавшими числятся более 150 человек, исчезнувших в ходе войны или в результате похищения. Гуманитарная организация Международный комитет Красного Креста в рамках своего мандата занимается оказанием помощи семья пропавших без вести и выяснением судьбы исчезнувших. Сотрудничает с официальными государственными аппаратами, работающими в этой сфере. Ежегодно в памятный день проводятся различные мероприятия. В этом году был организован круглый стол с участием семей без вести пропавших, государственных и общественных деятелей. Спасибо, что нашли время, присоединились к нам сегодня. Для нас это крайне важно, потому что для нас это знак вашей солидарности с семьями из пропавших без вести. Международный комитет Красного Креста, как организация, которая занимается проблемами жертв вооруженных конфликтов, естественно, для нашей организации судьба лиц пропавших без вести – это приоритет. Положение, в котором живут семьи многие годы, для нас предмет постоянного внимания. Главой ассоциации семей без вести пропавших граждан Южной Осетии является Лидия Кудзеева. Она отметила, что родные и близкие не теряют надежду найти своих родственников. 27 лет прошло с Первой войны, но мы до сих пор ждем возвращения наших родных. Хочу выразить слова благодарности всем собравшимся за то, что нашли время и поддержали нас. По словам премьер-министра республики Эрика Пухаева, для нашего малочисленного народа каждый человек является важным. Поэтому правительством делается все возможное, чтобы судьба без вести пропавших граждан была выявлена. Спасибо Международному Красному Кресту за ту работу, которую они проводят. В этом году я получил отчет, есть продвижки, проводили ДНГ исследования. Если есть возможность, вы должны воспользоваться последними возможностями, чтобы люди знали, где пропавшие без вести родственники. Это самое полное, когда человек живет в неопределенности. Эти люди достойны того, чтобы они знали, как бы тяжело это ни было, но хотя бы они должны знать судьбы своих близких. Хочу выразить благодарность и Налу Тасуеву, и Мурату Кузьмичу, поскольку они стоят рядом с этими семьями, помогают им во всем. Полномочный представитель президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев информировал о работе по поиску наших граждан, пропавших без вести. Она, по словам Мурата Джоева, никогда не прекращается. Были выявлены факты нахождения некоторых из них на территории Грузии, в том числе и международными правосущитниками. Однако грузинские власти препятствуют выявлению их дальнейшей судьбы. Под егидой Международного комитета Красного Креста уже несколько лет работает трехсторонная комиссия. Это российская, юго-стинско-грузинская комиссия под егидой Красного Креста, повторяю, которая проводит большую работу по виске судьбе. Министр культуры республики Жанна Засеева говорила о том, что судьба семей, каждый день ожидающих вести от своих близких, не менее незавидна, чем судьба их пропавших родственников. Я хочу пожелать каждому человеку, кто сегодня сидит со щемящим сердцем сил и покоя, и пусть наша надежда не умирает, пусть кто-то вернется, пусть кто-то обязательно найдется, тогда эти мамы еще поживут. И ради того, чтобы эти мамы хотя бы год прожили, нам нужно сделать все, чтобы такого больше не было. Министр также выказал идею о создании фонда в поддержку семей без вести пропавших граждан республики. Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Республике Южной Осетии Государства Алании Фахрух Исломов отметил, что восхищается силой и стойкостью семей и родственников без вести пропавших. Что мы понимаем эту боль, при том, которая длится слишком долго. И я должен сказать, я восхищаюсь, лично я восхищаюсь вашей силой и терпением, которое вам нужно, чтобы жить дальше. Этими мероприятиями мы хотим привлечь внимание всего сообщества мирового, включая и правительство, включая и международные организации, и включая общественность в целом. Потому что, как было здесь уже отмечено, эта проблема касается всех. Три года назад Международный комитет Красного Креста выпустил книгу «Воспоминания длиною в жизнь», инициаторами которой выступили семьи пропавших. На круглом столе был представлен фильм, посвященный созданию книги. В этом году книга была выпущена на остинском языке. Присутствующие также смогли ознакомиться с работами детей из полимерной глины. Проект творческой мастерской для детей без вести пропавших был создан Международным комитетом Красного Креста в прошлом году и получил хорошие результаты. Также была представлена традиционная ежегодная фотовыставка, часть из работ которой представлена и в книге. Эльвира Дебилова, Айда Кочева, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня состоялась ежегодная республиканская конференция работников сферы образования. В ее работе приняли участие педагогическая общественность, главы районных администраций и столицы, члены правительства. На заседание был приглашен президент Анатолий Бибилов. Обсуждалось дальнейшее развитие системы образования. Церра Сакузаева продолжит. Конференцию открыла замминистра образования Лисо Гоглоева приветствием и поздравлением с началом нового учебного года. Педагогов поздравили воспитанники Дворца детского творчества, пожелав учителям здоровья. В своем докладе министр образования Наталья Гассиева информировала о принятии вступлений в силу закона об образовании, подчеркнув, что по необходимости в документ будут вноситься поправки. Министр рассказала о достижениях и одно из главных – подписание межправительственного соглашения между министрами образования Южной Осетии и России о взаимном признании дипломов. В новом учебном году продолжится программа по сохранению родного языка. Также утвержден парламентом проект духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В республике проходят мероприятия, организованные Министерством образования, Олимпиады, различные конкурсы, в которых активное участие принимают школьники. Учащиеся школ республики регулярно выезжают за пределы страны, где также участвуют в образовательных проектах, занимая призовые места. Немало было и спортивных достижений. Учителя также участвуют в различных программах по повышению квалификации, мастер-классах, семинарах. Наряду с достижениями министр рассказала и о проблемах. В эти дни МЧС республики проводила проверки по всем школам республики, выявляя соответствия нормам пожарной безопасности. Во многих школах не соблюдаются правила пожарной безопасности. Не могу не заметить, что случай несоблюдения вышеуказанных норм и правил зависит не от образовательных организаций, так как самостоятельную организацию установить систему противопожарной безопасности не может по объективным причинам, о которых хорошо известно Министерству по чрезвычайным ситуациям. Пользуясь форматом конференции, обращаемся с просьбой о разрешении данной проблемы к президенту нашего государства и правительству. Много говорили о перегруженности в детских садах. Группы переполнены, а это значит, что несмотря на строительство и ремонт многих садиков, есть предложение внести в инвест-программу строительство еще двух детских садов. Наталья Гасева подчеркнула, что система образования переходит на новые стандарты обучения и важно, чтобы воспитание и образование ребенка в тандеме работали государства, общество и семья. В этом году вся начальная и средняя школы переходят на новый образовательный стандарт, которому предшествовал поэтапный период. Если согласно требованиям действующего, будем называть его старого стандарта, главной задачей было формирование школьников навыков воспроизводства имеющихся знаний в трудовой, общественной, бытовой деятельности, то сегодня мы говорим о необходимости непрерывного образования, об умении обновлять имеющиеся знания и о выработке навыков самообразования, самовоспитания, саморазвития, умения в информационном потоке ориентироваться на те знания, которые обеспечат успешное развитие проблем с социумом. Если старый стандарт требовал от школьников изучить перечень предметов в определенном объеме, то новый подход к стандарту образования предъявляет требования государства, общества и семьи к результатам образования. Во главу угла ставится развитие личности учащихся. В наступающем учебном году впервые порог школы переступят по предварительным данным 798 первоклашек. А всего у нас в республике сегодня 6453 ученика. В 2017-2018 учебном году школы Ленингорского района поэтапно будут переходить на стандарты образования. То есть помимо изучения преподавания предметов на грузинском языке, дети в равной степени будут изучать государственные языки, ассетинский и русский. В настоящий период речь идет о переходе начальной школы. Тем самым у учеников вышеназванных школ расширяются возможности поступления как в Юго-Остинский государственный университет, так и в Цинбальский многопрофильный колледж, так и вузы Российской Федерации по внешнеполитической воде. Как гражданам нашей республики мы должны обеспечить всем ученикам равные условия и возможности для дальнейшего образования. Среди вопросов, которые удалось решить обеспечение учебниками, почти все библиотеки школ оснащены учебной литературой, а там малая часть, которой не хватает, будет закуплена в следующем году. Наталья Гасева отметила работу учреждений дополнительного образования, а также многопрофильного колледжа. Не могу не подчеркнуть, что отдельные мастерские не используются в полном объеме по разным, не всегда объективным причинам. Колледж имеет все условия для того, чтобы стать образовательным учреждением, привлекательным для старшеклассников. Однако, контингент студентов колледжа, а самое главное, уровень подготовки поступающих и, соответственно, выпускников некоторых факультетов, некоторых, оставляет желать лучшего. Особое внимание Министерства образования уделяет аттестации педагогов, и работа по подтверждению квалификации учителей будет продолжена. На сегодняшний день среди обозначенных проблем не хватка логопедов в школах и психологов в школах районов республики. Наталья Гассиева отметила, что педагоги и родители должны в тесном сотрудничестве подходить к образованию и воспитанию ребенка. На конференции выступили начальники отделов образования районов республики, представив информацию о количестве учащихся, готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Было отмечено, что многие школы районов не обеспечены технически, их необходимо доснащать. Много в районах малокомплектных школ, для которых некоторые общие правила неприемлемы. Одним из приоритетов является питание в образовательных учреждениях. В ближайших планах Министерства обсуждение совместно с Горуно, Руно и главами администрации города и районов вопросы питания с целью упорядочения норм питания, проработанных меню и поставок продуктов, а также, конечно, вопросы качества потребляемых продуктов. На конференции педагоги задавали вопросы в устном и письменном виде. В том числе было внесено предложение перенести День знаний и начало учебного года с 1 сентября на 4-е. Бесланская трагедия, незаживающая рана, общая бой Алании, а мы в этот день открываем учебный год танцами и песнями. Президент поддержал эту идею, отметив, что такое решение должно быть коллегиальным. Помимо представленных в регламенте выступающих, слово предоставили директору Дворца детского творчества Ариане Джоевой. В заключении конференции выступил президент Анатолий Бибилов. Он ответил на все вопросы учителей. Здравствуйте! На конференции работников сферы образования министр заострило внимание на проблеме пожарной безопасности в школах. Давняя проблема, которая пока не решена в полной мере. Сотрудники МЧС Республики в ходе рейдовых проверок образовательных учреждений выявили значительные нарушения. В школах отсутствует пожарная сигнализация. Инспекторами составлены соответствующие акты. Роза Тедаева подробнее. Образовательные заведения по всей Республике не отвечают нормам пожарной безопасности в полной мере. Уже который год соответствующие инстанции говорят о этой проблеме. Вот и в этом году сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики приходится констатировать сей факт. И дело в первую очередь в отсутствии или же нефункционировании пожарной сигнализации в школах. Инспекторами отдела по пожарному надзору и гражданской обороне МЧС проверены все школы по республике. Составлены соответствующие акты, которые впоследствии представят высшему руководству страны. Эта проблема, как впрочем и много других, связана с отсутствием необходимого финансирования для установки во всех школах пожарной сигнализации, которая срабатывает автоматически при случае пожара. Основные нарушения, что у нас относятся, это обустройство здания с системой оповещения и эвакуации людей, то есть пожарной сигнализации. Второе, водоснабжение. С водоснабжением у нас проблемы. Многие школы, практически водопроводная система в них отсутствует. В городе в этом году и в прошлом году устанавливают наружные гидранты, а вот с внутренним водообеспечением, ну это проблема везде. После ремонта, ремонтных работ в восьмом, после восьмого года их во многих школах попросту убрали. Проверки инспекторов выявили наличие в школах только первичных средств пожаротушения. Пожарные стенды есть во всех школах. В прошлом году большинство, можно сказать, 99% все заведения были обеспечены первичными средствами пожаротушения, то есть пожарными стендами. К этому году некоторые стенды, конечно же, разукомплектованы. Где-то пришлось израсходовать, где на пожарах, на пересадочных участках, на территориях школ и других учебных заведений. Их в этом году еще раз в инобразовании закупить. И доукомплектов все сделаем. Кроме осмотра школ, с сентября инспектора начнут проводить систематические инструктажи. Как должны действовать руководство школ, педагоги и школьники в случае возгорания. По какой схеме должны проводить эвакуацию и так далее. Роза ТДФ, Александр Икаев, информационный выпуск сегодня. Швейная фабрика БТК-4 выполнила заказ Минобразования на пошив школьной формы. Теперь у граждан республики появилась возможность купить форму по приемлемой цене, а также по нужному фасону и расцветке. Уже в начале сентября БТК-4 планирует открытие магазина, где покупателю будет доступен весь ассортимент продукции. Подробности у Агунды Губозовой. К началу нового учебного года швейная фабрика БТК-4 приняла заказ Министерства образования на пошив школьной формы. Форму шили в главном офисе компании БТК-4 в Санкт-Петербурге. При поступлении заказа руководители БТК-групп определяют, в какой именно фабрике будет осуществляться непосредственно этот заказ. Ведь для каждого материала нужна специальная паровая обработка и, соответственно, специальное оборудование. 21 августа в торговом центре Осетия было арендовано помещение для продажи школьной формы. По словам директора БТК-4 Казбека Кочева, цены приемлемые. Кроме этого, для работников швейной фабрики предусмотрены скидки. Также они могут приобретать форму в счет заработной платы. Работникам мы продаем со скидкой, а для остальных тоже небольшая наценка. Форма хорошая, форма производства БТК-групп. Своим работникам мы ввели такую, как сказать, льготу, чтобы они приобретали в счет зарплаты. Ну и потом уже мы удержим у них зарплату. Жители республики охотно покупают форму. Каждый сможет приобрести форму по своему вкусу. Есть возможность выбрать понравившуюся расцветку, фасон платья или подобрать костюм. Форм несколько вариантов. Мы выбирали, что для нас бы приемлемо было. А потом, конечно, мы уже начнем сотрудничать с Министерством образования нашим. И вот будем представлять им какую-то линейку моделей. И по выбору, может быть, и со школами будем консультироваться, чтобы мы уже полностью обеспечивали всех наших школьников. В среднем полный комплект школьной формы можно приобрести от 2 до 4 тысяч. Огромный выбор как для мальчика, так и для девочки. В первых числах сентября БТК-4 планирует открыть уже свой собственный магазин, где можно будет приобрести весь ассортимент выпускаемой продукции. Впоследствии, учитывая пожелания и просьбы покупателей, будут расширять ассортиментный ряд. Представлена вся линейка продукции БТК-групп, все изделия, которые выпускаются. Это мужские костюмы, сорочки, галстуки, носки. Будет представлена обязательно спецодежда, будет представлена костюмы охотников, рыболовов. Все, что выпускает БТК-групп, будет представлено. Конечно, все будет в небольших количествах. Посмотрим по динамике, как будет продаваться. А потом уже, конечно, будем увеличивать и ассортиментный ряд, и количественный ряд. Я ставил задачу и нашему директору нового магазина, и в Питере нашим коллегам я разговаривал, чтобы цены были приемлемые. Конечно, мы будем мониторить это тоже, и цены с нашими покупателями. Я дал задание директору магазина, чтобы они ввели уже мониторинг, спрашивали у людей, как их устраивает, какая цена, как цены. И, конечно, в этом плане мы будем это в корректировки вносить уже. Школьная форма будет продаваться в течение года. Его можно будет приобрести уже в магазине при БТК-4. Агунда Гоубозова, Азиз Багаев, информационный выпуск сегодня. В ЦАУСКОМ районе в преддверии нового учебного года также прошла ежегодная конференция с участием главы администрации ЦАУСКОГО района Урузмага Макоева, представителя отдела образования района, директоров и педколлективов школ. Участники конференции почтили минутой молчания всех павших в августе 2008 года. Как отметила в своей речи начальник отдела образования и науки ЦАУСКОГО района Марья Битьева, в прошлом учебном году было много успехов и достижений в работе. Сейчас задача улучшить качество образования, перейти на новый уровень, идти в ногу со временем. Решение поставленной задачи зависит от совместной слаженной работы. В районе у нас функционирует 8 общеобразовательных школ, два дошкольных образовательных учреждений, дом детского творчества. На конец учебного года в школах числится 508 обучающихся. Это на 27 обучающихся больше, чем в 2016 году. Из них 213 в начальной школе, 205 в основной школе 90-х, 10-х, 11-х классов. С докладами выступили и учителя школ. Большое внимание было уделено новым стандартам, которые внедряют в районных школах. Директора школ информировали главу района о проблемах, с которыми сталкиваются в работе. Урузмаг Маккоев заявил, что многие вопросы будут решены в ближайшее время. Роза Тедеева, Леона Тедеева, Лариса Бедеева. Информационный выпуск сегодня. Указом президента Анатолия Бибилова на должность руководителя службы внешней разведки Республики Южная Осетия назначен Варзиев Алексей Алексеевич. Президент Анатолий Бибилов поздравил президента Нагорно-Карабахской республики Бакуса-Океана с днем рождения. Глава государства выразил уверенность, что братские отношения между Южной Осетией и Арцахом продолжат укрепляться и развиваться во имя благополучия и процветания наших республик. И пожелал имениннику крепкого здоровья, добра, счастья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности. Сегодня день судебного пристава Республики Южная Осетия. Всех работников с профессиональным праздником поздравил президент Анатолий Бибилов. Глава государства пожелал добра и мира, счастья и новых успехов, трудной и нужной работе, а также крепкого здоровья и благополучия. Работников службы судебных приставов с наилучшими пожеланиями, с профессиональным праздником поздравили председатель правительства Эрик Пухаев и председатель парламента Петр Гассиев. Продолжаем выпуск. Пока позволяют погодные условия, в Цинвальском районе ведется активное строительство инфраструктуры. Ремонтируются дороги, проводится питьевая вода в село. Марьяна Чочева продолжит. Ремонтируется дорожный участок Биар-Вильда протяженностью около двух километров. Работой осталось примерно еще на три недели. Частично дорога будет засыпана гравием и выровнена катком. Этот участок находится в критическом состоянии. Болотистая местность не высыхала в любую погоду. Для проведения работ высушили дорогу, устанавливают водоотводы и уже приступили к ее выравниванию. К сожалению, заасфальтировать дорожный участок не позволяют финансовые возможности. СМИ это столько не позволяет. Районные финансирования, к сожалению, настолько большие, чтобы полностью... Будет просто гравиня дорога. Когда речь заходит о дороге, то надо было ее видеть до ремонтных работ. Очень качественно ведутся работы. От лица жителей себя лично выражаю благодарность всем, кто приложил руку к этой работе. Жителям легче стало добираться до места работы. Извечная проблема в селе Приз – отсутствие воды. Администрация района нашла решение этой проблемы. Соединили три природных источника из села Эляд воедино и тем самым создали резервуар воды вместительностью около 50 тонн. Резервуар поместят на окраине села, дабы равномерно распределить подачу воды в дома. Население где-то 200 домов. Сейчас еще устроятся новые дома. Рядом новые постройки. Отвести домов точно. Питьевой воды. Именно питьевой воды. Не оращаемая питьевой. Также ремонтные работы ведутся на дороге, ведущей в силу Ходсхенвальдского района. Марьяна Чочиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. И как нам только что стало известно, Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия информирует о том, что в связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных Международному дню знаний, с 20.00.30 августа планируется временное прекращение работы мест пересечения государственной границы с Грузией. Функционирование указанных пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 7.00.2 сентября 2017 года. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 31 августа. В Знаурском районе Республики завтра, 31 августа, ясно. Днем температура воздуха плюс 30, ночью плюс 14. В Завском районе также ясно, днем 29 градусов тепла, ночью плюс 19. В городе Квайса ясно, днем плюс 25, ночью 16 градусов тепла. В Ленингорском районе Южной Осетии ясная погода, днем плюс 27, ночью плюс 16. В столице Республики в Цхинвале также ясно, днем плюс 28, ночью плюс 17. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева, желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин